Минутой молчания и возложением цветов ветераны, руководители города и края почтили память погибших в годы Второй мировой войны. Главная церемония прошла на площади славы. 2 сентября 72 года назад под писанием акта о безоговорочной капитуляции Японии завершилась самая кровопролитная война за всю историю человечества. Была весь год страшная бомбежка. Бомбили день и ночь. Бомбили, бомбили. Голод, холод. Потому что было такое время. Мы ничего не обращали на это внимания. Все равно нам хорошо было. Мы не падали духом. Вторая мировая война закончилась сражениями на Дальнем Востоке. За 24 дня в ходе нескольких наступательных операций советские войска одержали победу над миллионной квантунской армией и освободили северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин, Курильские острова. Это была мощнейшая группировка в мире. И когда она была разгромлена, удивились все военные стратегии Меры, потому что рассчитывали, что не менее года будет длиться война с квантунской армией. Хабаровск был, конечно, здесь в центре внимания. И здесь решались важные вопросы в командовании. Как наступать, куда наступать, какие действия производить. За это город Хабаровск получил звание город воинской славы. За годы Второй мировой войны с фронта не вернулись около 50 тысяч наших соотечественников. Как памятная дата, 2 сентября отмечается недавно. Историческая справедливость была восстановлена указом президента в 2010 году. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. Городские события. Несколько десятков хабаровчан станцевали победный вальс. В ставшем уже традиционном флэш-мобе участвуют в День Победы и День окончания Второй мировой войны. Чтобы научиться вальсировать, горожане репетировали весь август. Под знаменитую песню послевоенных лет на площади города воинской славы одновременно закружились около 50 пар. Сразу вспоминаешь своих дедов, прадедов, у кого родители воевали. В общем, это нужная традиция, нужно воспитывать молодежь. В победном вальсе в конце 40-х кружились тысячи людей. Этот танец любили не потому, что выбор пластинок в то время был небогат, и не потому, что не у каждого была гармонь или тем более аккордеон. Вальсом открывали и закрывали танцевальные вечера еще до войны. История танца уходит в 80-е годы 18 века. Впервые его исполнили в Вене. И еще Толстой с восхищением описывал эти незатейливые движения. Мерные, волнующие звуки вальса. Балы разные, а чувства похожие. Так упоенно танцевали вальс, избавленные от войны. Девушки такие все расстроились, ушли. И на предпоследнюю репетицию мы юноши пришли, и девушек нет. Но потом пришлось им срочно звонить, девушки появились партнеры, приходите на репетицию, и все, и разобрали оставшихся партнеров. Но все равно, да, было то, что, ну, и на раз не хотят, знаете, с бабушками танцевать. Некоторые молодые мальчики, ну, в смысле, не бабушками, а такими взрослыми, женщинами. Ну, не особо молодые парни хотят. Женщины более активные, чем мужчины. Мужчины-наблюдатели. Нам очень нравится, сегодня погода такая хорошая. Мы уже на одном побывали в танцах, сейчас пришли сюда. Очень приятно. Хорошо, что, в принципе, город занимается тем, что популяризирует это, то, что что-то проводит, что город, ну, именно занимается культурной жизнью. Это очень приятно, очень интересно. Разгоряченных танцоров, дежурных хореограф и не думал отпускать. Для собравшихся организовали мастер-класс по русской круговой кадриле. Идем в центр круга. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мужчина-наблюдка, а не отмечена суббота, и у нас с тобой, а то, что кадрилит у нас села. Анастасия Корничук, Андрей Третьяков, Хабаровск. Городские события. Во славу отцов и отечества. Патриотическая акция с таким названием стартовала в Хабаровске. Ежегодно в ней принимают участие все образовательные учреждения города. Пакеты с творческими заданиями во время торжественного митинга на площади города воинской славы вручил школьникам мэр Александр Соколов. Хочется пожелать, чтобы в этот период вы всю работу, указанную в заданиях, выполнили на отлично. А это и акция «Забота ветеран», это и акция «Ветеран живет рядом», это вахта памяти у вечного огня. На торжественной линейке воспитанников детского сада номер 23 посвятили в Орлято. Эта кадетская организация занимается патриотической работой дошкольников. Дети уже умеют маршировать и охотно рассказывают всем, каким должен быть настоящий Орленок. Мужественным, хорошим, добрым, сильным, отважистным. Надо хорошо себя вести и чтоб все тебя понимали. На митинге почтили память погибших 13 лет назад в ходе террористической акции в Бесланской школе. Хабаровчане отпустили в небо белые шары и возложили цветы к Стелле. День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается 3 сентября. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. Городские события. Выставка «Ученики и учителя» открылась в детской библиотеке имени Николая Дмитриевича Наволочкина. Свои картины хабаровская художница, преподаватель изобразительного искусства Татьяна Каратенко, писала несколько лет. На создание экспозиции ее вдохновили ученики и коллеги, сотрудники Центра гармонии. Галина Борисовна Мязина со своим ансамблем «Цветы». Я выбрала момент перед концертом, когда она как заботливая мама собирает детишек, поправляет брошку на костюме ученицы. В своих работах Татьяна Каратенко старалась передать моменты душевной теплоты, взаимной любви и уважения учителей и учеников. На лицах детей сосредоточенная увлеченность и радость творчества. Они самозабвенно танцуют, играют на музыкальных инструментах, творят за мольбертом. Каждый ребенок, как маленький бриллиант, считает педагог, талантлив по-своему и нуждается лишь в небольшой огранке. Она чуть-чуть подправляет, говоря, как надо правильно, то, что исправляет маленькие ошибки, но в основном оставляет то, что ты рисуешь сам. Она добрая, чуть-чуть требовательная, она поможет, если что-то не так. Можно что-то спросить, и она тебе ответит, что-то узнать. На уроке, организованном в Краевой детской библиотеке, школьники освежили навыки работы с сухой пастелью. Свои натюрморты, букеты осенних хризантем, они подарят родителям и любимому учителю. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша, Хабаровск. Городские события. Хабаровчан призывают выйти на митинг против хищнического вылова лосося. Сообщение с лозунгом «Не оставим амур без киты» получили в своих мессенджерах и соцсетях сотни жителей города. 6 сентября в 14 часов неизвестные предлагают горожанам собраться перед зданием правительства Хабаровского края. В администрации Краевого центра эти сообщения называют провокацией. Ведь заявку на проведение массовой акции организаторы так и не подали. Администрация города является единственным органом, которое согласовывает, принимает, рассматривает уведомления на проведение публичных мероприятий. В соответствии с федеральным законом номер 54 ФЗ. Так вот, по заявленной тематике, ни от кого уведомлений на проведение публичных мероприятий не поступало. По закону, организаторы митинга должны были за 10-15 дней написать уведомления в мэрию города о сроках акции количестве участников. Но неизвестные активисты эту процедуру проигнорировали. Потому каждый хабаровчанин, решивший принять участие в несанкционированном митинге, нарушит федеральное законодательство и может получить административный штраф и даже подвергнуться аресту. Мероприятие, посвященное дню окончания Второй мировой войны, завершала уникальная для Хабаровска акция «Вела ночь победы». Перед самым закатом солнца на площадке перед Тогу выстроилась колонна из более чем 100 велосипедистов. Впереди около 10 километров по улицам любимого города. Это любители активного отдыха, велосипедов, неравнодушные к своему городу, как студенты, так и более старшее поколение. Участники велопробега не просто прокатились от политена до площади Славы, а сделали по ходу движения остановки у памятников, посвященных событиям Второй мировой и Великой Отечественной. Информация, полученная на этих остановках, для многих стала открытием. Здесь такие закутки, где находятся памятники. Я даже не ожидал, что здесь может быть памятник. Вела ночь победы завершилась поздно вечером или ранней ночью возложением цветов к мемориалу на площади Славы. Мало того, что никто не устал, молодежи идея понравилась. Говорят, могут повторить. Надо почаще такое устраивать. И не 10 километров, конечно, а больше желательно всю ночь, чтобы это было весело и организовано, и все вместе. То есть, как бы, это нас объединяет, история наша. Остается добавить, что в ходе акции никто не пострадал, и все велосипедисты благополучно разъехались по домам. Сергей Щербаков, Андрей Третьяков. Хабаровск. Городские события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова